Доброе утро! Я хотела с вами поделиться эффективным упражнением, которое вам не позволит эмоции и события вчерашнего дня переносить на сегодняшнее. Поэтому это вообще очень важно. Важно потому, что нам необходимо новый день, например, начать с чистого листа и быть как можно более эффективной, не забыть всего. Например, у меня декабрь именно такой. Мне нужно просто все сферы охватить. И дня не бывает, чтобы все дела, которые у меня разбросаны, а это всегда так, потому что это многозадачность, это их всегда очень много и нужно все успеть. И часто это выпадает на декабрь. Поэтому я хотела с вами поделиться эффективной техникой, которая вам поможет. Я бы ее назвала новый образ сегодняшнего дня. Итак, что для этого нужно сделать? Она подходит как для мужчин, так и для женщин. Вам нужно закрыть глаза и сидя представить все ситуации, где вы себя чувствовали некомфортно. То есть вчера это ссора с мамой, либо поругались с начальником, либо вообще что угодно. Даже неловкие ситуации, либо фразы, которые вы услышали. Далее вы почувствуете свои эмоции на тот момент, когда это произошло. Какая-то была эмоция, это необходимо отловить, но в краткой форме. Это, например, злость была, либо агрессия, либо отчаяние, возможно, обида. То есть вот такие эмоции мы ловим. Почувствовали, потом прожили это. Вам нужно это либо выговорить, но я делаю проще, я говорю на воду, если что. Потому что кричать не надо, на воду сказали, вода как бы забирает негатив. И вообще уже научно доказано, что нужно просто помыться. И в самом душе можно рассказать все эти эмоции. Даже если пойдут слезы, вы все это выплакали. Далее. Душ и ванна. Это факт, что это расслабляет, и вы можете прямо в душе ванне все это рассказать. Но левую руку мы прикладываем затем к сердцу. И делаем в течение пяти минут просто глубокие вдохи и выдохи. Дальше у вас пойдет по пункту благодарность. Почувствуйте, за что вы можете благодарить. Именно искренне сердцем эту ситуацию, чему она вас научила. То есть всю ситуацию нужно рассмотреть, а чему она вас научила, к чему ведет. Дальше благодарите всех участников этой ситуации. И проговаривайте уже вслух. Я даю этому быть сегодня и отпускаю с благодарностью. Потом вы можете почувствовать, что вы готовы отпустить ситуацию на природное разрешение. И пусть завтра будет то, что будет. То есть сегодня. То есть, например, вы вчера уже легли с этими эмоциями. Сегодня утром встали. У вас не выходит ситуация из головы. Проделайте эту технику. И позвольте себе, что сегодня будет то, что будет без этих эмоций. Все, что вы говорите, представляете и чувствуете, идет не просто из головы, а искренне из сердца. И тогда каждый день вы будете чувствовать обновление. Эту технику можно прослушивать хоть ежедневно. И проделайте, чтобы она у вас вошла в некую привычку. Тогда вы увидите, насколько вы продуктивны будете. И сколько дел вы сможете сделать, не прилипая к эмоциям. Что касается хороших эмоций. Старайтесь их сохранить. Но это именно техника тогда, когда вас что-то блокирует. Какая-то негативная эмоция или какая-то ситуация, которая вам не нравится. Ее нужно перешагнуть, либо понять, что полезного вы из нее извлекли. Ну и всем прекрасное настроение я поставила как фон клевер. Потому что он всегда медленно, но то же самое время заметно меняет и отношения, и ситуацию, обволакивая ее. Вот так можно сказать. Клевер вообще чудесная трава. Чудесные амулеты получаются, талисманчики в том числе. Так что желаю вам начинать новый день с верой в себя, с чистой головой, с ясным сознанием. И не запоминать, не быть злопамятным, не думать, как вы отомстите. А можете с помощью работы над собой поменять многое в своей жизни. С любовью, Каролина. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.